МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Борьба с контрафактом носит хронический характер". Владимир Путин. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Лысков, и это программа «Правда». И вот тема нашего обсуждения сегодня. Контрафакт остаётся серьёзной проблемой современного рынка. Есть ли шанс победить пиратов не в одной конкретной отрасли, а в целом в масштабе государства, а может быть и всего мира? Российские специалисты отвечают – есть. На борьбу с нарушениями прав интеллектуальной собственности, на борьбу с фальсификатом нужно поставить новые технологии. Мы собрались сегодня в этой студии с уважаемыми экспертами, учёными, специалистами, разработчиками новой системы борьбы с контрафактом. Системы оригинальной, нестандартной, не скрою меня удивившей. Владимир Михайлович, ну так что, блокчейн придёт на смену традиционным технологиям? Он должен прийти, прежде всего. Потому что борьба с контрафактом имеет, условно говоря, четыре таких аспекта. Экономический аспект, который тут будет обсуждать, но это ясно, огромные потери, которые и государство, и корпорации несёт. Социальный аспект, поскольку у нас действительно контрафактом, продукциями, пожалуй, среди цивилизованных так называемых стран больше всего покупателей на эту контрафакту. Духовные проспекты и так далее. И чрезвычайно важно, что иммунизационный проспект, о котором как раз вы и сказали, потому что возникает такая любопытная вещь, что вот просмотрев все способы борьбы с контрафактом, они все ведь носят государственные основы. Это все, это учреждения, это прокуратура, это законы и так далее. Нет вовлечённости людей в это. А вы подразумеваете, что будет ещё и негосударственная вовлечённость, общественная реакция, общественные действия? Вот это очень важный вопрос, потому что то, что вот сейчас предстоит обсудить нам, она связана, ну я как, так сказать, специалист по духовному миру в основном, нашего общества, хочу сказать, она связана с важнейшей проблемой развития гражданской активности. Александр Дмитриевич, я так понимаю, вы изучали проблематику контрафакта. Насколько это действительно серьёзно и насколько это масштабно, если угодно, в мировом масштабе? Ну, эта проблема, по общему мнению, очень серьёзная, и главное, она становится всё серьёзнее и серьёзнее, и динамика здесь очень впечатляющая. По таким общим оценкам, разумеется, они носят в некотором смысле ориентировочный характер, потому что они базируются на данных, прежде всего, таможенных органов, в которые вносятся некоторые коррективы. Но, тем не менее, самые разные эксперты приходят к выводу, что годовой объём торговли контрафактом составляет порядка полутриллиона долларов. Это очень серьёзный объём, он составляет примерно 5% от мировой торговли, то есть каждый... Это мы сейчас говорим о контрафакте, который ввозится через границу, то есть именно таможенный контрафакт, да? Да, но в значительной... А поддельные препараты, поддельные товары, которые находятся внутри стран, они как-то оцениваются? Ну вот, оценки, они носят такой достаточно условный характер, но вот у нас в России объём оценивается порядка 10% торговли. Вот, это очень серьёзная величина, и она растёт, соответствующие исследования делались в высшей школе экономики. Но при всей приблизительности этих оценок ясно, что проблема имеет уже очень серьёзное значение в мире и для нашей страны, и для других стран мира. Внимание к ней правительство повсеместно увеличивается. До сих пор решения в основном строились на... Исключительно строились на деятельности правоохранительных органов, поисков тех нарушителей, привлечения их к ответственности. К сожалению, весь опыт показывает, что сколько-нибудь серьёзного решения общей проблемы это не даёт. И кроме того, это очень дорого. Игорь Анатольевич, спрошу, Игорь Анатольевич, а вот казалось бы, границу закрыть, да, ну, от тех же самых китайских товаров, которые стандартно ассоциируются с контрафактом, и все 90-е годы, в общем-то, так оно и было. Сейчас, конечно, ситуация значительно изменилась. Ну, и сразу процент контрафакта у нас снизится. Да, казалось бы, конечно, что это единственное правильное решение, но, к сожалению, оно не работает. Я 20 лет уже живу в Европе и всегда занимался, работал в крупнокосметических компаниях косметологических и у производителей. И проблема контрафакта у нас возникала практически каждый день. То есть, несмотря на то, что были приняты такие меры, но, к сожалению, они были неэффективны. И именно тогда, это было там лет 5-6 назад, у меня уже тогда возникла идея, каким способом более эффективно можно бороться с контрафактом. Михаил Константинович, а может быть, контрафакт этого определенного рода спасения? Все-таки вот кризис и мировой, и в нашей экономике, а это товары, которые дешевле будем объективны, и не всегда они опасны для здоровья, но в той же самой легкой промышленности. Ну, пусть будут дешевые товары, как кто-то там сможет одеться, в конце концов. Ну, на самом деле, вы затронули довольно больной вопрос для экономистов, предпринимателей, руководителей компаний. Но, действительно, это так, особенно для России. Вот давайте посмотрим для начала на какие-то базовые показатели. Что такое сегодня социальная структура российского общества? Соотношение бедного, малообеспеченного, среднеобеспеченного богатого населения страны. Это же, допустим, почти 60 на 40. 60 неблагополучного, 40 благополучного. В целом, что такое 60, это 25 бедных, которые в два раза увеличили свои ряды за последние три года условия кризиса. Значит, и получается где-то 35 малообеспеченных. Ну, действительно, вот поставим себя на их место, не оправдывая ту проблему, которая есть. Но она реально есть. Ну, вот средний заработок мы знаем какой, да? Он даже по Москве, так сказать, в районе 45-50 сейчас. Так, по регионам в полтора раза меньше медианной доходы. Отправляем ребенка в школу. Да, надо купить одно, пятое, десятое, да, начиная, так сказать, ну, с приличной формы. Там, набора учебников, карандашей и так далее. Ну, по учебникам отдельная история так. Но с точки зрения даже внешнего вида. Понятно, что на выросты не купишь, ребенок растет быстро. Ну, вот куда человеку, семье, деваться с очень мизерным доходом? Ну, пойдет он это купить за 500 рублей, а не за 2000? Ну, конечно, пойдет. Пойдет на рынок. Конечно, пойдет на рынок. Да. И в этом смысле, понимаете, так сказать, жизненной закономерности не перебьешь ничем. Так? Ни таможней, ни правоохранительными структурами, ни прокуратурой. Вот надо это решить для семьи. И семья решит. Пойдя на то, что на год хватит, а на следующий год мы еще, так сказать, по дешевке купим, если упрощать этот вопрос. Поэтому, не решив крупные социальные проблемы в государстве, я считаю, экономисты по-своему, наверное, оценят и, может быть, так сказать, вступят в дискуссию, но я считаю, не решив крупные социальные проблемы, прежде всего жизнеобеспечения и жизненного уровня и качества его, эту проблему нам не удастся решить. Очень серьезный вопрос, действительно, Михаил Даниилович. Так, может быть, рановато мы беремся за борьбу с контрафактом? Да, вы знаете, на наш взгляд, точно не рано и, скорее, даже уже поздно. Как правильно сказали коллеги, цифры, они сейчас ошеломительные. Полтриллиона долларов. Но мы же только что услышали, что для многих это просто спасение. Вы знаете, это спасение, наверное, на ближайшие 5, может быть, 10 лет. В дальнейшем ситуация, конечно, ухудшится. Если позволите, касаемо цифр. То, что сейчас полтриллиона долларов, это официальная статистика, неофициальная уже на сегодняшний момент, 2 триллиона долларов. А по прогнозам у нас все будет расти в прогрессии. И позволять вот этой ситуации идти дальше по этому же пути, ну, это пагубно. Это не приведет к хорошему ни потребителю, ни производителю, ни государству. Если мы позволим и дальше производить этот контрафакт, низкокачественный, конечно же, не всегда плохо, не всегда плохой, но очень часто вредный для здоровья, то я боюсь, что от этого все только пострадают. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Еще один аспект, не менее важный. Возьмем цифровую сферу, сферу высоких технологий, IT-сферу. Ни для кого не секрет, что в России широко распространено, сейчас, опять же, меньше, но в те же самые 90-е годы, практически все программное обеспечение было пиратским. И многие на этом просто выезжали, потому что физически не имели возможности купить лицензионное программное обеспечение. Ну, дорого было, дорого. В конце концов, та же самая винда была слишком дорогой, офис слишком дорогим, фотошоп слишком дорогим. Так получается, тогда контрафакт нас спасал? Но я бы хотел немножко уточнить наши формулировки. Ведь контрафакт, это не значит дешевый товар. Это значит поддельный товар. То есть использующий чужую торговую марку. Пожалуйста, можно выпускать дешевые кроссовки. Не надо на них писать Adidas или Puma. Поэтому здесь возможность для малообеспеченных слоев населения никуда не исчезнет. Потому что этот товар производится, он реально стоит дешевле, он будет на рынке. А контрафакт, с чем мы боремся? Когда клиента, неважно, состоятельного или нет, обманывают. Ему говорят, пример условный. Вот это кроссовки Adidas. Никакого отношения не имеют ни по качеству, ни по месту производства и прочее. Никто не мешает сказать, это кроссовки моя марка. Недорогие все. То есть я считаю, что именно вред до контрафакта в обмане покупателя. Не всякий готов разобраться, подлинный товар или нет. Господа, а вот можно я тогда сразу уточню? А вот если взять конкретно российский рынок, наверняка такие исследования проводились. Какие товары подделываются больше всего? Вот есть такие данные? Кто мне может ответить? Владимир Михайлович, у вас есть данные? Нет. Лекарственные препараты на самом деле. Лекарственные препараты. Это основа всех основ и в России, и в мире. Так, а насколько безопасны такие подделанные лекарственные препараты? Опасны. Конечно же опасны. Представьте, если 60% лекарственных препаратов во всем мире являются контрафактным. Если, допустим, не брать Россию, а брать остальной мир, страны слабо развитые, допустим, Африку взять, которые там собирают много лет на одно лекарство всей семьей, а по факту получают какую-то подделку. И хорошо, если эта подделка никак не навредит здоровью. Но, как правило, результат может быть плачевным. Это что касается первого места лекарственные препараты. А второе место у нас, конечно же, электронные устройства. Обороты там более 200 миллиардов долларов. Тоже прям ошеломляют на самом деле эти цифры. Но благодаря, конечно же, китайским производителям. Александр Дмитриевич, такой фактор контрафакта, как алкогольная продукция, нашумевшая историей с боярышником в Иркутской области, это, конечно, исключительное событие. Но ведь есть огромное количество других отравлений продуктами, которые были куплены в магазине, которые являются просто поддельными. Я видел диаграммы, но там тоже значительный столбец именно алкогольной продукции. Но это правда. Это тоже один из тех рынков, где доля контрафактной продукции очень высока. Вообще, сам факт такого распространения контрафактной продукции, он является таким ярким свидетельством, что именно здесь наблюдается один из очень серьезных провалов рынка, который так или иначе приходится на него реагировать, либо вот методами государственного вмешательства в ситуацию. Но оно, к сожалению, не оказывается эффективным и дает лишь небольшой результат. И связан вот этот провал рынка, связан как раз с тем, что большую роль в этом случае играет тот факт, что особую ценность представляет информационная составляющая. То есть та составляющая, потребление которой, как говорят экономисты, одним человеком не исключает испотребление других людей. И отсюда вот стремление заимствовать чужой образ товара, чужую торговую марку, бренд и так далее, они, к сожалению, это вот та сфера, где автоматически действующий рыночный механизм эту проблему решить не в состоянии. Владимир Михайлович, ну вот мы подходим к одному, на мой взгляд, очень важному аспекту. То есть мы сталкиваемся с одной стороны, с тем, что контрафактная продукция, которая более дешевая, она вроде бы помогает малообеспеченным слоям населения свести концы с концами. Но вот то, что мы сейчас услышали, лекарства, алкоголь, да в конце концов те же самые товары, нашумевшая история про девочку, которая носила шапочку контрафактного производителя, а там оказались и красители страшные и так далее, ребенок чуть ли не с инвалидностью оказался. Вопрос безопасности. И вот как пройти здесь между Сциллой и Харибной? Понимаете, вот Михаил Константинович сказал, и очень правильно поднял, очень важную проблему, и тут другие поднимали, что контрафакт, прежде всего, помогает, так сказать, бедным людям приобщиться к каким-то брендовым вещам и так далее. Но! Я, может быть, слишком остро выступлю, но хочу сказать, что отсутствие борьбы с контрафактом разлагает общество. Помимо всего прочего, это действует разлагающе. На правовое сознание, на заботу о своем здоровье. Это общество разлагается, потому что люди, покупая лекарства, даже догадываясь, что это не то, которое нужно, бьют его, травятся, травятся алкоголем и так далее. Это же идет очень важный вопрос. И вы понимаете, я, вот вы спросили в отношении других стран, а я поинтересовался любопытным такой вещью, что Германия и Швейцария, общество, которое социологи давно уже говорят о том, что общество, это ясно все, с очень хорошо развитой правовой культурой. Так вот там общество с высокоразвитой правовой культурой в отношении на долю населения наименьшее количество контрафактов. Потому что люди понимают о том, что надо иметь здоровье, что это противоречит, что это вредит каким-то корпорациям и так далее. То есть борьба с контрафактом еще имеет и то значение, что мы повышаем духовные моменты, правовую культуру, отношение к здоровью и так далее. Поэтому здесь вот вовлечение как можно большего количества населения в борьбу с контрафактом, помимо решения экономических проблем, решает и проблему формирования здоровой духовной атмосферы. Игорь Анатольевич, и еще один аспект. Я возвращаюсь к цитате Владимира Владимировича Путина. Еще раз напомню, она была произнесена на совещании по развитию легкой промышленности. И там же было сказано, что вкладывать государственные деньги в развитии легкой промышленности абсолютно абсурдно при таком уровне контрафакта. Этот контрафакт просто не даст развиться нашей легкой промышленности. Легкая промышленность – это рабочие места и так далее и тому подобное. Ну, понятно, да, то же самое и в отношении кроссовок, то же самое и в отношении программного обеспечения. Как в Европе эти вопросы решаются и, может быть, оттуда какой-то опыт перенять? Все верно. И вот я соглашусь с Владимиром Михайловичем. Очень часто люди не понимают вообще, что такое контрафакт и что за этим стоит. Мы проводили небольшой анализ среди русскоговорящих и англоговорящих. Там был у нас простой вопрос, все это проводилось на форумах. Мы спросили, сдадите ли вы свой пиратский сайт за вознаграждение? И на англоговорящих форумах в основном отвечали. Ну, 50 на 50 они. Кто-то соглашался, кто-то нет. Но в то же время приводили другие аргументы. То есть они понимали, что за этим пиратским сайтом стоит огромная проблема. То есть это потеря прибыли у компаний, которые производят эти фильмы. Смотрят они некачественные фильмы, естественно, получают информацию. Потеря прибыли, потеря заработной платы людей. За заработной платы людей идет потеря покупательского спроса населения. Общая потеря уровня жизни и большой ущерб экономике. Михаил Константинович, а вот у нас население понимает эти аспекты? Или это пока остается для нас тайной за семью печателем? Нет, недостаточно понимает. И в общем, в той ситуации, в которой население переживает, ну не скажу от года года, но от пятилетия к пятилетию, от десятилетия к десятилетию уж точно, только с 98-го года три кризиса пережили. Но что население в этой ситуации должно понимать? Оно должно понимать свои обыденные, житейские, повседневные проблемы. Это прежде всего. Как семью удержать у определенного уровня очага домашнего? Но когда я говорю об этом и говорю о том, что достаточно высокий уровень бедного, малообеспеченного населения в России, как бы, может быть, оправдывает это? Нет, я не об этом хочу сказать. Владимир Михайлович абсолютно прав. Значит, у нас совершенно отсутствуют даже какие-то вот явно выраженные подходы работы с населением, с обществом. Вот. Я же не говорю о том, что нет государственной программы. Ну давайте пример вот сейчас вот просто у всех на глазах. Нет, ну вот взялись несколько лет назад с курением. Взялись, да? Вы назовите аэропорт, где вы это видите сейчас? Нет. Отдельные курилки. Назовите рестораны, кафе, даже просто улицы. Вот просто большое публичное пространство. Практически этого мы тоже не наблюдаем. Но все-таки, значит, можем. В этом смысле какая-то аналогия напрашивается. Но почему не подумать о большой государственной национальной программе борьбы с таким явлением, которое и обществу в целом вредит, и экономике в целом вредит? Ведь можно же так поставить проблему? Я считаю, так ее надо поставить. И каждому отдельному человеку. Да, конечно. Это надо довести. Да. Александр Дмитриевич, с вашей точки зрения, вот ваша оценка. У нас действительно просто отсутствует государственная программа борьбы с контрафактом? Или она просто неэффективна на данный момент? Насколько тогда неэффективна? Вот, пожалуйста, ваша оценка. Да нет. Ну, у нас, как, в общем-то, и в других странах, принимаются меры по борьбе с контрафактной продукцией, по защите и правоинтеллектуальной собственности, вообще прав в области творческой деятельности у людей и так далее. Но, к сожалению, это не дает реального, такого кардинального решения проблемы. Но все-таки я не полемизируюсь тем, что сказал Михаил Константинович. Я хотел бы сказать, что вот по моим ощущениям, Михаил Константинович, как социолог, он на факты обследования, а я больше здесь на ощущения опираюсь. Вот по моим ощущениям все-таки динамика некоторая есть. Если в 90-х годах действительно была такая ситуация, о которой вы в своем вступительном слове говорили, например, в сфере использования программного обеспечения, ну, подавляющая часть в начале 90-х годов программного обеспечения в нашей стране, в общем-то, использовалась, строго говоря, неправомерно. И вообще-то говоря, надо сказать, что это повезло нам не отстать слишком сильно в этой области. Так что это ведь тоже, это ведь тоже правда. Но по мере того, как общество начинает ставить перед собой вообще амбициозные проблемы, проблемы, связанные с модернизацией экономики, связанные с увеличением вот как раз творческих видов деятельности и так далее, вот эта проблема и борьба за интеллектуальные права творцов и борьба против контрафакта, она становится все более важностью, становится все более очевидной для широких слоев населения. И поэтому сегодня все-таки ситуация, например, в той же сфере программного обеспечения, она, на мой взгляд, кардинальна в России. Она кардинальным образом отличается от того, что было в начале 90-х годов. То есть от характера задач, которые общество ставит перед собой и которые люди признают как задачи, которые стоят перед этим обществом, очень многое здесь тоже зависит. Михаил Данилович, Ваша оценка существующей вот сейчас ситуации борьбы с контрафактом, государственной в первую очередь, конечно. Вы знаете, здесь объективно сложно сказать, потому что выполняются определенные меры, выдаются определенные поручения. Деятельность ведется, но ведется, к сожалению, недостаточно эффективно. Конечно, здесь нельзя ругать государство либо отдельных деятелей. Нет, здесь не их вина. Здесь вина в том, что производители контрафакта, контрабандисты, если их так можно назвать, они все-таки более слаженнее работают. Они работают более мотивационно. У них есть результат, к которому они идут, прибыль, естественно. И, конечно же, у них есть технологии, которых нет, к сожалению, в государстве. Именно поэтому мы... Мы как-то привыкли, что государство технологии это всегда самые передовые. А тут, оказывается, вот... Дмитрий Сергеевич, может, Вы объясните, как так получается-то? Интересно, а? Давайте я объясню, как я вижу основную проблему, так скажем, недостаточных успехов существующей системы борьбы с контрафактом в решении этой проблемы. Дело в том, что принципиально ведь необходимо прекратить производство, пути оптовой поставки и распространения. А эти сферы у производителей контрафакта достаточно хорошо скрыты. Они не хуже нас с Вами понимают, что это незаконно, за это будет наказание. А рядовой потребитель сталкивается где? В небольшом магазинчике. И этих магазинчиков масса. Прийти в каждый и конфисковать этот один или два экземпляра, которые есть у этого продавца, бессмысленно. Понимаете? То есть капелька, капелька, капелька. А оптовые потоки идут. Это, ну, может быть, такое сильное сравнение, да? Это как в области борьбы с наркотиками. Ловить уличных мелких распространителей, это, конечно, хорошо, да? Но пресечь можно только оптовых поставщиков и производителей. А что мешает их пресечь? Ну, вот, казалось бы, такие у нас масштабы правоохранительных дел. Это достаточно сложный процесс, потому что производители, вот Михаил Дмитриевич правильно сказал, они обладают средствами. Они далеко не глупые люди. И это борьба сыщика и жулика. Кто кого поймает? Здесь невозможно просто каким-то широким таким фронтом взять и всех вычистить, да? Как бы кто хитрее, кто умнее, да? Ну, не скрою, что, наверное, и те, кто контролирует, не всегда, и не все могут быть как бы вот уж совсем заинтересованы в том, чтобы пресечь этого оптовика. Проблема в этом. А вот решить ее, и, как мне показалось, можно, и чем заинтересовал меня предлагаемый проект, когда привлечь к контролю, еще раз говорю, не пресечению, а контролю за фактами продажи розничной контрафакта большую массу людей. Вот это главное. С помощью электронной системы эту информацию собрать, а дальше существуют достаточно хорошие методы обработки информации, которые позволяют вытащить оттуда именно производителей пути поставки, пути оптового распространения. Мы сейчас подойдем к этой технологии, потому что действительно интересно. Вот, Владимир Михайлович, единственный аспект, который я хотел бы еще затронуть, если угодно, вот в этой описательной части программы, чего, с вашей точки зрения, сейчас не хватает в государственных мерах? Может быть, каких-то мер пропаганды, воспитание населения, вот создание негативного образа, как контрафакта, так и его производителя и распространителя. Вот это поможет вообще, с вашей точки зрения? Вот вы хорошо ответили на этот вопрос. Именно это вы не понимаете. Это очень хорошо, что я сам на него и ответил. Серьезного, воспитательного процесса. Вы понимаете? Но из него тоже надо выделить главное. А главное – это формирование активного гражданина. Это очень важно, понимаете? Тут у нас есть очень большая проблема. Проблема заключается в том, что вот то, что будут рассматривать конкретные предложения по борьбе с контрафактами, там привлечение почти каждого товарища, к тому, чтобы он сообщал о фактах – контрафакт. То есть, что значит сообщал? У нас тут же происходит донос, да? К доносу у нас исторически так сложилось очень негативное отношение, понимаете? К доносам. Поэтому у нас надо свершительным образом формировать прежде всего гражданскую позицию человека во всех отношениях. Вот вы посмотрите. Ну, приведем пример Америки. Плохое там правительство и так далее. Но, вот тут факт. Мэдов, по-моему, знаменитый, значит, Мавроди Американский, который создал пирамиду, гигантскую пирамиду, миллиарды рублей, долларов привлек, да? Ведь, вы смотрите, его арестовали по доносу, можно сказать, да? По сообщению его детей, сообщения его двух сыновей, да? Написали, арестовали, так эти дети его стали национальными героями Америки. То есть, о них писали, как о людях, которые спасли очень многих от этой финансовой пирамиды. Правильно, а у нас Павлик Морозов до сих пор считается примером совершенно противоположным. Совершенно правильно. Поэтому, вот в той пропаганде, которая есть, она должна быть заострена прежде всего на проблему формирования активного гражданина, который действительно, видя что-то неправомерное, вредное и так далее, сообщит об этом, вступит в борьбу с этим. Вот это главное, пожалуй. Добавлю, конечно, несколько цифр. Да, Владимир Михайлович абсолютно прав, но активность гражданская, гражданская позиция проявляется в каких-то практических формах. У нас в социологии, в политологии это называется гражданским участием. Но посмотрим на уровень гражданского участия в современной России. Вот на днях президент России выступал на съезде добровольцев, волонтеров. Прекрасно мы видели огромный зал, молодежь. Но для всей страны это маловато. Я назову цифры. А 4 до 7% в различных формах гражданского участия всего принимает участие представители нашего населения по разным формам. Самое высокое, кстати говоря, по месту жительства. Когда, так сказать, непосредственно затрагиваются интересы людей, да, и ты вольно-невольно выходишь на сходку или требование, значит, движение одного требования. Автомобилисты, когда их прижимают, там еще что-то. Но это же тоже очень нужная форма привлечения, да, граждан к участию, а не просто к высказыванию мнения и позиций. И в этом смысле я поддержал бы еще раз позицию государственной программы воспитания, возможно, даже с каких-то вот школьных лет. Михаил Данилович, а Вы предлагаете, я так понимаю, инструмент, причем основанный на новых технологиях, который позволяет как раз, ну, активизировать гражданское участие? Да, все верно. Мы именно это и предлагаем. Более того, мы полностью разделяем озабоченность наших коллег относительно того, что общественное, конечно, понимание, правосознательность не на достаточном уровне. И именно поэтому мы обращаемся к новым технологиям, к технологии, которые сейчас называются блокчейн, которые вместе с тем нам позволяют предоставить исполнителям, в данном случае общественности, которые будут, ну, как мы как-то сказали, что будут сообщать о тех или иных фактах, они будут оставаться анонимными. Они будут оставаться анонимными как для нас, так и для третьих лиц, для производителя, для кого бы то ни было. То есть без этого мы считаем, что никак. Михаил Денилович, у нас есть предоставленный вами презентационный ролик, как раз проекта Stop the Fake. Я предлагаю сейчас его посмотреть и потом продолжить наше обсуждение уже более предметно и на основании этого ролика. Давайте посмотрим. Алекс занимается производством спортивной обуви с 1968 года. Его компания Кросс осуществляет поставки в 12 стран Европы. Благодаря хорошему качеству бренд Кросс узнаваем. Макс – продюсер и работает на киностудии. Он и его коллеги создают новые бестселлеры. Благодаря усердной работе в мировой прокат выходят по одному фильму в год. Анна – фотограф. Ее работы прекрасны. Создавая фотографии для календарей, баннеров, наружной рекламы, Анна зарабатывает себе на жизнь. 90% производителей сталкиваются с нарушением прав своей интеллектуальной собственности. Макс, Алекс, Анна, к сожалению, не исключение. Преградой в развитии их бизнеса является пиратство и контрафакт. Известный логотип Алекса используют в контрафактной продукции, из-за чего он теряет 45% дохода. Контрафакт портит репутацию его компаний. Продажи падают. Фильмы Макса пираты незаконно распространяют в интернете. Это приводит к сокращению кассовых сборов и невозможности снимать по три фильма в год, как раньше. Предприниматели не хотят платить за услуги фотографа Анны, однако без спроса копируют и используют ее работы в коммерческих целях, лишая Анну законного вознаграждения. Если это не изменить, то новых фотографий Анны мы больше не увидим. Киностудия Макса перестанет снимать фильмы, а выпуск спортивной обуви Алекса будет прекращен. Пришло время избавиться от пиратства и контрафакта. Представляем stopthefakes.io Децентрализованный сервис для обнаружения контрафакта и нарушений прав интеллектуальной собственности, основанный на блокчейн. Проверьте, не нарушаются ли ваши авторские права. Подайте заявку на сайте stopthefake.io Исполнители со всех стран мира готовы к работе. Каждый, у кого есть смартфон или компьютер, ждут вашего задания. Они зафиксируют нарушения, сделают фото, скриншот или снимут видео и отправят информацию, указав адрес нарушения, за что получат вознаграждение. Информация о правонарушении фиксируется на децентрализованных серверах с использованием технологии блокчейн, что гарантирует ее надежность, неизменяемость и передается вам. Вот такой презентационный ролик, который обрисовал и проблемы, существующие в этой сфере, ну и методы их решения. Михаил Данилович, в чем принципиальная новизна проекта? Новизна в том, что мы привлекаем общественность в первую очередь. Я поясню. Stopthefake.io – это серость по выявлению и устранению правонарушений, контрафакты и нарушений прав интеллектуальной собственности в любой точке земного шара. То есть мы не ограничиваемся каким-то одним государством. Подождите, вот смотрите. Выявление, понятно. Каждый гражданин может зафиксировать с его точки зрения проявление контрафактной продукции и разместить это в сети. А вот как устранение? Да, смотрите, я поясню. У нас в сервисе есть как исполнители, так и правообладатели. Мы их называем правообладателями. Исполнитель, когда зафиксировал тот или иной факт, он это может сделать с помощью смартфона, он сделал фотографию либо видео, либо с помощью своего компьютера, он может сделать скриншот, он направляет эту информацию в автоматическом режиме на наш сервис. После чего правообладатель принимает решение, действительно ли это является контрафактом. Мы сознательно отошли от того, чтобы исполнитель принимал какое-то экспертное участие, потому что, как правило, это ошибочно может быть. Это вот что касается выявления. Что касается устранения, сервис предусматривает ряд мер, которые позволят правообладателю именно в автоматическом режиме устранять их. Для этого мы будем задействовать регистраторов доменных имен, хостинг-провайдеров, различные ассоциации, конечно же, правоохранительные органы, без этого никак. То есть в данном случае будет примерно такой процесс. Игорь Анатольевич, то есть мы имеем фактически социальную сеть, будем называть вещи своими именами, которая рассчитана на борьбу с контрафактом, так? Да, можно так сказать. Я опять же вернусь к своему прошлому, откуда, можно сказать, была взята эта идея, когда мы работали с косметической продукцией. Естественно, как вы говорили, запретить перевоз этой продукции через границы никакого эффекта не дает. Все это попадает на полочки, люди этим пользуются, и, как мы потом выяснили, больше всего сигналов приходило именно от конечного потребителя, или от продавца, который находился в этом магазине, в данном случае может быть и в аптеке, то есть в любой сфере деятельности. Но в этом случае этот сигнал проходил через огромную цепочку. То есть он попадал там продавцу, потом хозяину магазина, потом менеджеру, менеджеру-дистрибьютору, дистрибьютору, в лучшем случае производителю. И эта цепочка такая, когда информация, естественно, терялась. С помощью этого сервиса, естественно, мы хотим устранить эту цепочку, чтобы информация от конечного потребителя приходила к производителю, к правообладателю. Дмитрий Сергеевич, вот все у меня пока понятно, кроме одного. Причем здесь, собственно, блокчейн? Вот это вот страшное слово, которое 90% телезрителей вообще не понимают, но все о нем наслышаны. Вот я тоже хотел подчеркнуть, что есть в информационных технологиях такие модные слова, которые вдруг как бы в общественном сознании, на общественном слуху возникают, и как бы сами по себе являются привлекательными. Я постараюсь... Достаточно просто объяснить. Слово блокчейн, как правило, связано с криптовалютами. И особенно с этим финансовым ажиотажем, который в последний месяц, год идет. На самом деле блокчейн – это современная, высоконадежная технология, позволяющая хранить и защищать данные транзакций от злонамеренного вмешательства или уничтожения. Из того, что сегодня известно, она, пожалуй, наиболее надежная. И в криптовалютах она для этого используется. Если вы передаете монеты из одного кошелька в другой, то абсолютно точно никто как бы не вмешается и не будет скомпрометирован на транзакции. Но с точки зрения математики самой никакой разницы нет, какую информацию вы надежно передаете. Количество монет или любую другую. И поэтому совершенно справедливо инициаторы проекта привлекли технологию блокчейн для того, чтобы гарантировать сохранность и достоверность вот этих самых транзакций с информацией о фактах нарушения или предполагаемых фактах от автора. И он анонимен, естественно, к потребителю, тому, кто заинтересован, это владелец. И я все-таки еще хочу сказать, вот, может быть, ребята пока не сказали, очень важен еще один аспект. Одно дело, вы владельцу торговой марки дали эту информацию. Способен или нет он как бы добраться до производителя и прочего. Ведь эта информация копится в системе. И она на самом деле доступна всем пользователям. И прежде всего, как бы, администраторам этой системы. А тут еще один аспект, тоже модное слово, наверное, слышали, бигдата, да? Это тоже модное направление в цифровых технологиях. И вот здесь вовсю могут быть применены вот эти технологии. Для того, чтобы из массы разрозненной информации выводить вот те самые факты, которые сразу не видны. А факты, кто произвел, где ввез, на каком складе, как бы, сконцентрировано, после того, как разошлось уже по конечным продавцам. А это уже прямая информация для правоохранительных органов, для принятия юридических и прочих мер. Вот то, что вы вначале меня спросили, а почему их всех не переловят? Сложно. Найти-то сложно, они шифруются. А это позволяет... Вот так будет разветвленная сеть данных, по которой... Да, которая сузит круг, сузит ту самую область и круг. Где их искать и кто они? Михаил Константинович, а с вашей точки зрения, как специалиста, насколько общество будет готово работать с такой системой? Насколько вообще будет высока заинтересованность людей в работе с такой системой? Ну, вот как раз, как специалист по обществу, работе с анализом массового сознания, с массовым настроением, хочу сказать, что наше общество в определенной степени достаточно инеррационно. Оно очень медленно втягивается в какие-то большие проекты и без этапа просвещенческой деятельности здесь не обойтись. Поэтому, скажем, вот то, что мы видели, на примере представления проекта, вот такие нужны рекламные ролики, такие нужны, так сказать, раскраски и маленькие буквари даже для школ, уж по крайней мере средних классов. Вот без этого этапа не обойдешься. Общество должно в эту проблему, так сказать, не очень научное слово, как бы въехать. Вот как оно въедет? С помощью чего? С помощью только ученых? Маловато. С помощью просветителей, инициаторов, предпринимателей? Тоже маловато. При поддержке государства это уже что-то. При новых программах, министерства образования, это тоже еще что-то. То есть вот в этом смысле, понимаете, мы решаем проблему в своей стране, в своем отечестве, когда навалимся миром. Ну вот мы такие, ну что с нами поделаешь? Поэтому, но проблему решить можно. Владимир Михайлович, то есть вопрос, опять же, подходим к вопросу пропаганды, к вопросу просвещения. И кто здесь все-таки, вот ваше точка зрения, должен быть впереди? Государство, общественные деятели? Может быть, бизнес заинтересуется? Вот как думаете? Вы знаете, вот прежде, чем ответить на этот вопрос, такая, насколько я знаю, вот разработчики этой новой программы, они уже вышли, так сказать, в мировой эфир, так скажем. И, любопытная вещь, огромное количество заинтересованных лиц, от предпринимателей до населения, пришло с западной Европы, из Америки, а из России намного меньше. Вот как раз то, что я сказал. Вот понимаете, это уже характерная вещь, уже у них, так сказать, масса желающих подключиться и так далее. Это первое. И теперь у меня очень важный вопрос еще один возникает. Я думаю, что вот действительно вопрос ко всем может, наверное. Блокчейн сейчас достаточно не только модное слово, но и реальный инструмент государственной политики. Насколько я знаю, и насколько мы знаем, сейчас уже Министерство финансов что-то передает в систему блокчейна. Вот недавно была беседа нашего президента с руководителем налоговой службы, там рассказал о том, что через блокчейн будут разрабатывать. То есть идет использование этого действительно чрезвычайно прогрессивного и нового, так сказать, инструмента со стороны государства. А вот есть ли у нас использование его со стороны населения, чтобы поднять именно активность со самого населения. Понимаете, одно дело, когда государство это использует, налоговый. да, кстати, будут проверять подлинность документов, водительских прав и так далее. А вот использование населения. Вот, по-моему, я не слышал, чтобы была какая-то даже попытка использования вот этого инструмента очень эффективного. стороны. Поэтому, конечно... Пропаганда, опять же, среди населения. Да, конечно, вне всякого сомнения, что вот, я полностью поддерживаю здесь, и что нужна очень серьезная государственная пропаганда того, что то, чем мы сейчас занимаемся в борьбе с контрафактом, это выгодно вам лично, это выгодно вашим детям, это выгодно предпринимателям, государству в целом, и это оздоровливает все общество. Я вот сейчас Александра Дмитриевича спрошу, а выгода предпринимателей какая здесь прослеживается? Вот, как объяснить компании, что ей выгодно регистрироваться и работать с этой системой? Вы знаете, вот для меня, как экономиста, наиболее привлекательная сторона предложенного решения заключается в том, что вот в условиях провала в рынке, о которых я уже говорил в этой области, в обычных условиях здесь сделано, и, на мой взгляд, имеет все шансы на успех, попытка решать эту проблему на рыночных основах за счет заинтересованности именно и фирм, чьи права нарушаются, причем речь идет не только о больших фирмах, крупных фирмах, но и о мелких, средних фирмах, а также заинтересованность и тех, кто будет выявлять, потому что, конечно, нужно вести просветительскую работу и так далее, но кроме всего здесь встроен очень мощный материальный стимул. люди получают возможность не только делать благое дело, но и зарабатывать на этом. Это как раз полностью соответствует и самой рыночной системе. Почему предприниматели? Подождите, тогда вот, сейчас мы тогда подойдем к предпринимателям, объясните мне тогда, как эта система будет функционировать. Люди будут зарабатывать на тех данных, которые они будут размещать в эту сеть. Но откуда будут браться деньги, которые будут перечисляться людям? Деньги будут платить правообладатели, которые заинтересованы в борьбе с нарушением их прав. Они будут платить, но им придется платить... То есть правообладатель может разместить заказ, условно говоря? Именно так и устроена эта система, что исходный пункт это размещение заказов со стороны правообладателей, который подозревает или знает, но не знает точно где, и уж по крайней мере не знает все места, где происходят эти нарушения. Он размещает заказ, заключается в современной технологии, дают возможности оформлять это при помощи смарт-контрактов, которые практически исключают возможность нарушения обязательств. А люди получают информацию, обычные люди получают информацию из сети, получают информацию о заявках, и когда-то может быть случайно, а кто-то и сознательно ищут такие варианты, и в том случае, когда находят, они делают то, что называется в этой системе сигналом, посылают его. А теперь это выглядит для предпринимателей? Ну вот для предпринимателей есть такой пример известной фирмы Луис Вейтон, вот сейчас она примерно по оценкам, у них целый отдел большой, и в год по оценкам получается 12 миллионов долларов они тратят на борьбу с нарушением их прав. И в среднем оказывается, что одно нарушение им стоит порядка 400 долларов. В данном случае при внедрении этой системы, ну естественно экспертные оценки показывают, что многократно дешевле становится для фирм борьба с контрафактом. Именно поэтому я и говорю, что мне как экономисту вот эта сторона дела представляется очень привлекательной. Спасибо. Что, разумеется, не означает, что не надо делать того, что говорили мои коллеги. Ну как мы и говорили, что лучше всего получается, когда навалимся всем миром. Михаил Данилович, ну, мы все живем в условиях рыночной экономики, поэтому в искренний альтруизм я все-таки не верю. В чем же ваша-то выгода? Однозначно есть бизнес-составляющая, без нее никуда. Мы, конечно же, хотим построить успешный бизнес, хотим построить компанию, которая принесет выгоду как правообладателям, как исполнителям, так и нам. Для России или для... Для мира в целом. Для мира в целом. Более того, правильно затронули тему мотивации. То есть без мотивации какой-либо из сторон система не может существовать. Потому что, смотрите, исполнитель за каждый выявленный факт, который подтвержден правообладателем, может получить от 10 до 30 долларов. Это вполне хорошая сумма. И более того, могут даже принимать участие граждане, которые ограничены, физически ограничены. То есть, может быть, не могут по каким-либо признакам здоровья выходить из дома. Пожалуйста. Система позволяет им зарабатывать полноценно. Мы считаем, что это отличная мотивация. Игорь Анатольевич, а нет опасений, что вы просто погрязнете под лавиной сообщений, как реальных, так и мнимых? Вот просто пойдет такой массированный поток, с которым не удастся справиться, и все. И все вот рухнет. Опасения, конечно, есть, но есть инструменты. А как с этим справляться-то? Планируете? Есть инструменты, как раз-таки. Во-первых, естественно, у нас будет первоначальное модерирование, но будут отсеиваться только те сообщения, которые не отвечают установленным заданиям. Все остальное, естественно, проходит в сервис. Но мы предполагаем, что поток информации будет огромный, и именно для этого будет создаваться аналитическая программа с помощью Бигдата, которая будет собирать ту информацию, которая нам нужна. Слушай, первоначальное модерирование ведь требует огромного штата в таком случае, или нет? Ну, да, штат будет немаленький, но нельзя сказать, что он прям огромный. Дмитрий Сергеевич, Бигдату, еще раз возвращаемся к этому вопросу, какова здесь роль в... Вот смотрите, я цепочку какую пытаюсь проследить, да, человек снимает, дальше проходит премодерирование, дальше все поступает в вот эту вот блокчейн структуру. Управление какое-то, какое-то управление этой структурой требуется? Давайте я немножко поясню. Да, вот хотелось разобраться. Блокчейн необходим только лишь для того, в этой системе, чтобы обеспечить сохранность и достоверность передачи этого сигнала, чтобы он никем не был искажен, случайный или злонамерен, и чтобы он не исчез в результате аварии каких-то централизованных серверов. А вот дальше вступает следующее. Есть несколько как бы слоев обработки. Первое, самое простое. Есть заказ, заказчик, значит, туда отправляются только сигналы, касающиеся товаров или торговых марок этого заказчика и больше никого. Это простая сортировка. Сергей Сергеевич, у нас несколько секунд остается до конца программы, просто перечислите этапы. Да, а вот второй этап, когда на основании массы данных обо всех товарах выявляются места, откуда они поступают в данную местность, где они предположительно могут как бы производиться и так далее. И вот этот второй этап, он не сразу у ребят начнется, но мне кажется даже более важным, чем первый. Спасибо. Владимир Михайлович, как вы видите перспективы этой системы? Буквально пару слов. Очень важно, что мы все время говорим о новационном развитии нашего, так вот, как раз это, о чем мы сейчас говорим, есть как раз инновационное развитие, когда в совершенно новой эффективной системе включается общесоциальная, общегосударственная проблема для ее решения. Я думаю, что при ее развитии, при использовании хорошего потенциала ее разработчиков, это будет чрезвычайно эффективная и нужная вещь. Спасибо. Итак, новую систему борьбы с контрафактом мы обсуждали сегодня в нашей студии. Огромное спасибо экспертам за эту дискуссию. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»